Расскажи, как проходила игра? Тяжело было? Ну, тяжело, наверное, в том плане, что мы, конечно, подпривыкли к такой погоде, к влажности, но все равно дышать было тяжеловато. Много верховой борьбы было выиграно сегодня. Китаянки много проблем создали в воздухе вон? Ну, вверху особо не создали, мы справились. Внизу они больше играли в позиционной атаке, а мы хотели сыграть за счет быстрых. Как читаешь, счет 0-1 по игре или нет? Честно скажу, нет. В концовке мы подавили, у нас было очень много моментов, просто с реализацией нам чуть-чуть не повезло. Скажи про пенальти. Ты показывала, что сыграла в мяч, как там все было дело? Ну, там нападающая, конечно, грамотно сыграла. Она пыталась не сыграть в мяч, а сыграть в меня. Я считаю, что я, конечно, сыграла в мяч, но судья из Китая, поэтому так, наверное, получается. Ну, получается, что этот гол раскрыл игру, потому что в первом тайме у нас вообще не было моментов, а во втором целых 4 или 5. Ну, да, в первом тайме мы больше, наверное, играли от обороны, хотели сохранить 0 в воротах. Во втором уже, когда начали проигрывать, уже включились, им больше даже понравилось, когда, ну, второй тайм больше понравился, чем первый. Китай участник чемпионата мира. Насколько интересно сыграть с такой сильной командой? Честно, очень интересно. Мы рады, что мы собрались с такой командой, таким составом, давно не виделись. Рады, что сыграли с Китаем. Очень хорошая команда. И жаль, конечно, что мы не сможем поучаствовать в таких чемпионатах, как чемпионат Европы и чемпионат мира. Следующий матч через несколько дней. Успеете восстановиться? Да, успеем. Все для этого для нас делают. Субтитры сделал DimaTorzok